Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сегодня я хочу показать вам самую яркую партию этой осени, которая была сыграна в чемпионате США между гроссмейстерами Рэйм Робсоном и Джеффой Шонгом. Итак, белыми играет Рэй Робсон, начинает партию Е2 на 4 и Шонг отвечает симметричным ходом Е5. На доске возникает русская партия в чемпионате США по шахматам, белые подрывают центр путем Д4, взятие пешки Е4, напали на коня, забрали пешку на Е5, черные готовят размены фигур и обычно этот вариант приводят к сухим ничьим, но только не в этой партии. Белые развивают слона на поле Е3, не боятся размена белопольного слона, начинают надвигать пешки, размен на поле Д3 состоялся и черные блокируют продвижение белых пешек путем хода Ж6. Белые продолжают развитие, черные защищают центральную пешку, конь переходит на поле Е2, короткая рокировка и конь идет на королевский фланг, чтобы помочь своим пешкам отправиться вперед на штурм королевской крепочки. Ну что ж, слон А4 играет Шонг, готовя в нужный момент выбить коня на Ж3 и получить позицию с разноцветными слонами, белые нападают на ладью, ладья отступают из-под боя и на доске хорошо известная позиция. Из-за русской партии, которая была сыграна уже много партий, тут белые пробовали разные ходы, отступали королем в угол доски, ставили ладью на поле Д1, играли с ферзелом на поле С3, но все это не то. И Шонг идет в атаку, не считаясь жертвами. Он ставит пешку на Ф5, все вперед. Главный минус этого хода, что черные могут съесть центральную пешку. Но тогда взятие на Ж6, ответное взятие пешкой и слон занимает большую диагональ, нападая на ладью. В партии последовал ход ладья Е8, к этому ходу мы с вами еще вернемся. Здесь хочу показать некоторые красивые варианты, которые показал Рей Робсон после партии. Более надежным был бы ход ладья Е6, прикрывая черные поля, но у этого хода есть тот минус, что теперь перекрывается диагональ у слона и Робсон собирался играть коня в 5, подставляя коня прямо под бой черной пешки. Главная задумка хода в том, что плохо забирать коня на Ф5, из-за того, что следует взять ее ферзелом, висит пешка на поле Ф6. У черных есть очень красивая тактическая защита, поставить ладью на поле Ф6. Главная идея в том, что если белые забирают здесь и атакуют черного ферзя, то ферзь с шахом отступает на Б6 и следующим ходом черные забирают ферзя на поле Ф5 и выигрывают партию. Но эта идея не работает, поскольку белые просто отступают ферзелом на поле Х5 и оказывается, что черная ладья находится под связкой. Черные могут пытаться сыграть С5, сбить слона с большой диагонали, но слон абсолютно никуда не уходит. И, например, на ход Д4 белые просто поднимают ладью к атаке и здесь прямой наводкой бьют по королю, поскольку нельзя бить на Ф4 из-за мата с поля Х8. Но надо сказать, что этот вариант, конечно, с огрехом. На ход коня в 5 не обязательно забирать, можно было отступить слоном на поле Ж5. И после хода Х2-Х4 у черных строго единственный ход, который позволяет им сохранить равенство. Это ход ладья Е4, прицеливаясь теперь слоном коню на поле Ф5, взятие на Ф5. И, кстати, получаем довольно опасную позицию, разноцветные слоны. Кажется, что черный король находится в коробочке и стоит белому ферзю пойти куда-то в район поля Х4. Это будет маг черному королю, но здесь шахматные движки показывают просто феноменальную защиту за черных. Они выходят королем в центр, то есть в этой позиции играют король Ф8, белые подтягивают фигуры к центру и потом король Е8. И, например, на ход С4 такой способ подорвать позицию, внимание, король Д7 и король пешком отправляется на противоположный фланг, после чего перевес уже на стороне черных. Но это мы далеко отошли от партии, давайте вернемся к развитию событий. В нашей партии Шонг отступает ладьей на поле Е8. С человеческой точки зрения это более логичный ход, поскольку не перегораживается диагональ для белопольного слона, но на Е8 ладья стоит вполне нормально, но Робсом пойдет с Маттелл этот ответ и наносит зубодробительный удар ладьей на слабое поле Ф7. Ну что ж, взятие королем и теперь вторая ладья подходит к атаке. Выясняется, что король не может отступать назад, поскольку пешка Ж6 находится под прицелом белого ферзя, закрываться тоже плохо, поэтому король вынужден бежать в центр. И белые забирают ферзем пешку на Ж6. Внимание, решающий момент в партии. Джеффри Шонг делает ход слоном на поле Е6, прикрывая короля от шахов, защищая поле Ф7 от вторжения ладьи, и этот ход оказывается решающей ошибкой. Для того, чтобы сохранить равенство, необходимо было бежать королем как можно быстрее на противоположный фланг. И здесь белые могут либо немедленно форсировать ничью шахом на Ж4, и потом шахом на Ф4, и ферзь не может оторваться от защиты слона. Либо белые могут продолжить атаку путем ладья Ф7, это кажется наиболее неприятным. Потом конь Ф5, приходится забирать, и здесь связка кажется смертельной, но выясняется, что черные могут позволить себе отдать фигуру на поле Е7. И в этой позиции чувствует себя вполне нормально, у белых не хватает огневой мощи, чтобы продолжить атаку. Но согласитесь, в практической партии это непросто осознать, поэтому последовал ход слон Е6. Ход на первый взгляд абсолютно логичный, теперь король готов бежать на поле Д7 с полным комфортом, не перегораживая действия собственных фигур. Но следует шах на поле Ж7, король вынужден отступать на поле Д6, и шах слоном на Е5. Король выходит в центр, шах на Д4, пару раз повторили позицию, и внимание, слон С7, сильнейший ход, нападает на ферзя и одновременно не допускает отступления короля на поле Б6. Ферзь готов вернуться на ЦТИ с матовыми угрозами. Джеффри Шонг на полях все свои извилины и находит красивое перекрытие, он играет слон Ф6. Напал на ферзя, и после взятия ладьей следует ход ладья Ж8, и выясняется, что у белых под боем слон, под боем ладья, и еще и ферзь находится под боем. Казалось бы, что всех фигур сохранить невозможно, и черный восстановит материальный перевес, но не тут-то было. Рэй Робсон наносит удар в самом защищенном пункте. Конь Е4, шах, подключая еще одну фигуру к атаке. Главный вариант, если побить коня пешкой, то следует жертва ладьи путем ладья Ф5, шах. И на взятие ладьи ферзь возвращается на поле ЦТИ, и ферзь со слоном матуют одинокого короля. Если пойти налево, то следует ход А4, коробит А4, и ферзь Б3 мат. Обратите внимание, слон контролирует поле отступления, это мат. Ну а если пойти здесь направо, то следует ферзь Е5, шах, замаливаем под шах пешкой, и теперь уже ферзь с поля А5 объявляет мат черному королю. Красивейшая комбинация, но Джеффри Шонг разгадывает эту идею и отвечает королем на поле Б5. Здесь хочу еще немножко отвлечься от партии и показать ход король Ц4. Тоже было возможно, здесь белые выигрывают по-разному, в принципе выигрывает ход Б3, но самым красивым ходом является ладья Ф4, оставляя ферзя под боем, и теперь после взятия ферзя следует конь Д6. Двойной шах, король вынужден отступать на поле Ц5, и мат пешкой венчает эту партию. Красивейшее завершение атаки, но давайте вернемся к нашей партии. Итак, король отступил на поле Б5, последовал ход А4, шах, король отступает на Б4, и ферзь А6. Такой простой идеей вернуть ферзя на ферзевый фланг для атаки черного короля. Ну и уже по этой позиции Джеффри Шонг признал себя побежденным. Давайте посмотрим главный вариант, взятие слона на поле Ц7. Тогда ферзь Д2 объявляет шах, король должен забирать пешку, шах конем на поле Ц3, и куда бы ни отошел черный король, следует скрытый шах на поле Д5, после чего мы забираем ферзя с шахом, забираем еще и слона, но и здесь очевидно, что мат не за горами, у белых уже материальный перевес при непрекращающейся атаке. Вот такая вот красивейшая партия была сыграна в Сент-Луисе на чемпионате США по шахматам. Кому понравился обзор, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Евгений Шувалов, до новых встреч!